Уважаемые коллеги, мы докладываем другим прикладным, как вот и прочее для меня, которые излагали больше проблем в мониторе поверхности, сбор на водные ресурсы. Мои спрочные доклады, я сказал, в общем, как обзор, ну, я уже не могу, это происходит, на свадьбе, на поискать. У нас тоже велика, ну, и вообще я представляю технический университет в Берлине. В нашем университете в Берлине классическом образцом такого научно-исследовательского института. Это крупнейший один из самых университетов технических Германии. Достаточно он давно был основан, когда-то он был основан как русская, корейская техническая школа. Ну, 20% университетов, это точно мы гордимся, уже 24,5% университетов, то есть каждый четвертый – это иностранец нашего университета. То есть эти учения в Берлине бесплатные, это, на самом деле, привлекает огромное количество студентов со всего мира. Больше всего у нас китайских студентов, как в общем-то, истетно, наверное. Российские студенты представлены в достаточно тоже большом количестве, 50-11 место занимает количество студентов из этой федерации. Бюджет у нас 40 миллионов при этом 2016 года. Это большой бюджет университета. Сейчас он уже составляет 620 миллионов. Показатель, наверное, даже не величина бюджета, а насколько у нас государственный бюджет. 50% – привлеченные средства, которые наш университет практически зарабатывает своими научными разработками. То есть это деньги, которые приходят к нам в виде различного вида суббатриантов, грантов и так далее. Входим в топ-40, 38-ое место у нас в УС, в том числе технологии. Я представляю карту космонавтики, несут авиации космонавтики, поэтому я, наверное, сразу перейду. Прошу прощения. Прошу прощения. Что-то больше не понимаю. Институт авиации и космонавтики у нас это старейшее в Германии Направление, которое возникло в 1961 году, это первая институт космонавтики Германии После военные годы в Германии было запрещено вести в заработку опусте космоса Мы были первым вузом Сейчас наш университет, наши факторы являются лидером уже не в европейском масштабе, а в мировом масштабе У нас больше всего спутников среди университетов по всему миру на обиде У нас сейчас 21 спутник, но из них 11 продолжают работать История насчитывает с 1980 года, когда наш спутник первый был запущен на орбиту Это Турзат А, он у нас на самом верху Это был первый спутник университетской лидературы И когда он переезжал, он был значительно Вот в 1971 году спутник Турзат А был запущен Его цель была чисто экспериментальной Это была апробация платформы У него были установлены джозные датчики Это был первый класс микроскутников, а вес этого спутника 52 кг Но он был в общем-то в новинку И сейчас мы говорим о малой спутниках, о сверхмалой А тогда это был, наверное, самый маленький аппарат космический, который было возможно построить У него были проверены различные технологии, в том числе коммуникационные технологии Он даже удействовал применить много сотрудничества к международным Это еще был последний год Советского Союза Этот спутник, у него было радиорелейная такая функция То есть можно было отправить сообщение Можно было отправить специального скриминала сообщения на спутник И он задал, что земное порядок, и он это сообщение передал на улицу И тогда была совместная американо-российская, считай, советская полярная экспедиция И вот дали этот вот терминал, и он пригодился То есть случилось ЧП, у них вышли средства связи, которые были у них были основные И резервные средства связи, которые оба вышли из строя И они смогли вот через наш терминал передать сообщение на спутник Это сообщение получили радиолюбители Южной Америки И переслали в НАЗО, и вот там как-то все очень быстро Но у них уже этот ЧП на этот момент перестал их оплатить Но тем не менее, вот такой вот способ был связи проверен Спутник-двугожитель, где он с первым годом его запустили Но вы знаете, наверное, что спутник, в общем-то, такого класса рассчитывается в 40-20 И вот это уже хорошо, и вот это замечательно Пять лет это просто великолепно В 2007 году я лично принял особую информацию филеетрическую У него уже половину, скажем, электроник вышел из строя Уже перешла связь на резервную запасную систему в метро в диапазоне Он сегодня в 2007 году Убитель в 2016 году был на орбите И передавал информацию о своем состоянии Это спутники Вот тут немножко сдвиг произошел Вот этот спутник будет запущен в следующем году Я вам, наверное, хотел сказать пару слов о том Но все спутники экспериментальны То есть, как я и говорил, что у них практически их задачи достаточно насеченные То есть, мы проверяем, чего можно добиться за счет министеризации космического пара То есть, начинали мы с спутников микрокласса Которые были тогда уникальны По своей структуре У них все системы дублировались И, действительно, они были на тот момент очень высокотехнологичны Сейчас мы перешли, в общем-то, к пикам спутников Практические значения, конечно, не решают Но, скажем, в этом маленьком кубике Все системы, кроме системы энергетики И системы ориентации и стабилизации Они дублируются И в нем стоит активная система ориентации и стабилизации То есть, стоит пеймах века Это первый спутник такого класса Где была реализована система активной стабилизации и ориентации Эти спутники, они пикрокласс Это 25 килограмм Этот, предположим, был запущен На самом деле с позданием в год Он решает вопросы Дезоземлемости Или камер Ну, не само разрешение У него 200 метров разрешения Но там очень много механизмов Которые позволяют отработать саму платформу То есть, какая бы полезная русская По средствам устанавливаться Это неважно То есть, платформа, она отрабатывается Вот эти четыре спутника Это группировка спутников Решают задачу межскутниковой коммуникации То есть, сейчас Истребленная сеть спутников Но вы знаете, что все хотят добиться уменьшения веса При выводе аппарата на орбиту Каждый килограмм стоит больших денег И здесь достигается то, что четыре аппарата решают одну задачу А потом они сами решают, кто находится более выгодно По отношению к надземной станции И передают информацию То есть, идет межскутниковый обмен И обмен данными со станции приема погваться Что касается документального У нас были три очень интересных проекта Мы занимаем первое место по количеству спутников Еще мы занимаем первое место в Германии По количеству проектов наушников, образовательных По самокрутности То есть, наши проекты космонавтики Значительно опережают все другие университеты в Германию По количеству проектов В рамках европейского финансирования Это как раз у темного доклада Что касается сотрудничества с Центральной Айти У нас были два проекта Научных проекта Один проект, его коллега рассказывает, из СИОКа Это деньги мы получили от Еврокомиссии Два года создавали некую программу По движению, в каком направлении будут двигаться страны Именно в вопросах мониторинга Проект успешно завершился А вот что касается Российской Федерации У нас был проект между университетами Европы Рососмос и ЦСКО Мы создавали единую платформу Которая позволила объединить данные Слуги по наблюдению С СУСДК И данные со Слуги КПС Была создана единая платформа С доступом То есть, вы знаете, там разные системы То есть, слунки в разных форматах То есть, они компетировались И ахнировывались И загружались на специальную платформу И платформа осознанно проработала До 2014 года Потом подверглась стать хайперу И они системы уничтушились И вот так получилось Да, но вот как бы Она работала два года очень хорошо То есть, с ними там И предлагались продажи А для университетов И организации консерктов Можно было просто их Воспользоваться не бесплатно Еще был один проект У нас не участвовали В медицинской академии Станция Российской Федерации Это проект Украины Исследование замещений В его на сфере С целью предсказания Земли и Сей Тоже был очень интересный проект Через два-три года Должен был закончиться Создание проекватива К сожалению, помешали Дни и политические Диван завершались Ну, я уже сказал, что Наш университет Это научный исследователь Конститут У нас, наверное, 40% Уделяется внимание Все-таки образованию 60% в науке Вот И образование и наука Ведется в основном Вот этим Основным направлением То есть, мы Готовим специалистов И ведем научный день В области Сенсоники Это наиболее близкая Область У нас проектируются Космические аппараты Студенты Участвуют В проектировании Постройки Студников Есть Студенческие проекты Где Скажем так Научные сотрудники Только Кубируют проекты А Есть проекты Совместные Где студенты Обределенные Рабочие Пакеты Участвуют В проектировании В создании А потом В обслуживании Этого проекта У нас все Собственно Вот это наша Антенна У нас на крыше У нас здание Невысокое Видно Что Угром Не очень Хорошее Но У нас есть антенны На крыше Которые управляют Аппаратом А Информация У нас есть Соглашение С немецким Космическим Агентством Они принимают Атенны Пересылают Реальный режим И получают всю информацию География нашего сотрудничества К сожалению В Европе Флажок на флажочке Было бы Поэтому Я уже не стал Слишком много Стран В общем Все страны У нас С Казахстаном С Казахстаном Очень активно Разбирается Сотрудничество Скажем У нас сейчас Есть проект С Казахстаном В области Точность в неделе Как раз Участвуют Реальность Мы Мы всегда Очень ценим Сотрудничество Мы всегда Стараемся Старать Аванс Чем больше Централизация Участвует Кооперация Не только Между европейскими Университетами Важна Но и между Центрально-азиатскими Странами В этом регионе Были процессы Которые Ну как-то Не позволяли Сеть Ну Реализовать Полное Сотрудничество Международное Сейчас Все как-то Изменилось Мы Очень рады Что у нас проект Появляется С каждым годом Мы обогрещаемся Новыми проектами Новыми проектами Дальше Просто Как пример Это Давние Далекие времена 2008 году Это проект Который У нас Реализован С Убегистаном В данном случае Я в корзе Сделал только На Центральную Азию Намного больше Это проект Который Назывался Разработка Нового учебного плана В области Космонавтики На тот момент Космонавтика Переживала Своё Второе рождение После Распадного союза Технологии Были потеряны Многие В 2008 году Пытались Возвратить Шот Вот Мы Такой план получили Подготовили проект В Ташкентском Стартехническом Университете Создать Новое магистратское направление В области Космической техники Технологии Проект был очень интересный Два года он шёл За это время Действительно Мы сделали Лабораторию Как раз у нашего университета Была куплена Очень дорогостоящая техника Был создан Квас по проектированию У нас бельгийские коллеги Отличались Создания лаборатории Где Делались компоненты Ступников Мы Строили Наземную станцию Вот она Вот так вот Выглядел Дали доступ К своим судникам У нас в тот момент Были два аппарата Мы не доставили полностью Доступ Но единственное, что нельзя было Уносить какие-то Ну Доступ Не полный Доступ Не полезный На русской Только в телевидении Но тем не менее Это тоже было интересно очень Ну и станция была Вот ее активно очень использовали Это Мы проводили То есть приезжали от нас Специалисты Мы проводили мастер-классы В этом университете Потом к нам приезжали люди Которые должны были Соответственно Принимаясь к космосу На тот момент И сами Но к сожалению Когда проект закончился Кстати вот Ну если кому-то интересно До сих пор этот адрес Он активен Очень интересная На мой взгляд Информация Там До сих пор Учебные планы Где хранятся Но к сожалению В начале 2060-х году Космос Опять Закрыт Вот сейчас Идет Такое Деньги уже рождения Опять Скоро Уходит Наверное Успеть космос Наконец-то Получит Руководство И Будет как-то Двигаться Вперед Срава Опять В этой области Что меня несомненно радует Другой проект У нас В области Сопереженность Космос В основном Была Мастерская программа В области Инженерии Мы На самом деле Постарались В данном проекте Уделить Сделать акцент На Связь космического направления Так как У нас Очень много Проектов Именно По Иммуникационному Направлению Связанным Вот Здесь Один из Очень важных Направлений Это Два Связи Космического Направления Мы Точно Так же Исходы Общие Проект У нас Восстановили Замечательные Связи Со всеми Ведущими Грузами Первых стран Которые Святы Такие спутники Прилимск Уже встанет Появились Университетские Спутники Альфараде 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 2 На Украине Работа На создании Спутников Шламного Финансирования Сфинансирование Было Очень сложно Но Не пропитался Они практически Дошли До Создания Спутника Но Финансирование Не позволило С них Увести Российской Федерации У нас Среди партнеров Самарсият Альфараде 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 Вот Метод Такой Большой Плюс Мы Смогли Мотивировать Альфараде Создание Собственного А И еще Очень важно Самаре Благодаря Национального Финансирования Построили Совместному СГАУ Совместному СССР Построили Целый Комплекс Производства Много Космического Парада Потому что Вы знаете СССР Они Не сравнили с нашей Так вот Они Заинтересовались И решили Почему Нет Потому что Надо Как можно Меньше Веса Ну Не теряют Понятно Что Результаты Камера Наш спутник Сравнивать нельзя К разной категории Но Кто знает Наш спутник В главном Другозам Комплекс Он По мне Ишает Задачу КЗЗ У него Камера Стигает Снижение Казахстан Казахстан Израиль Израиль Вы знаете Прекрасно У них Методики Есть Они В области Никак не уступают Этропейцам За их Технологии Но Еврейская комиссия Присчитала Что Израиль Относит К странным Получателям Мы Нам Очень повезло То есть Мы взяли партнерный Технион Кравийский университет Ну Может Где-то даже Больше, чем у нас Технологии В области Дистанционно-зандированные Земли И вот такой был Очень интересный проект Мы 3 года создавали Учебные дисциплины По Дистанционно-зандированию Земли И Моделированию Неких Процессов Принежной зоны Каспия Средиземного Моря За это У нас Отвечал Талинский университет У них Методик Очень Хороший Раз Это Новый проект По Точному Избледелью Он Недавно Под год Мы исполнились Вот У нас Почитал Лекции В рамках Проект Был Большой Интересный Курс Тоже Вся Информация У нас Доступна Здесь На нашей Странице Что Нас Интересует На самом деле Курс 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 На нашей Университете Эти Курсы Курс 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 В основном Будет Курс 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 Курс